Если вы всю жизнь проводите в Москве и никуда из нее не выезжаете, вам ни за что не увидеть ни Южного Креста, ни Магеллановых облаков. Да и чтобы на них посмотреть, нужно ехать не просто куда-нибудь, а довольно далеко на юг. А вот жители Новой Зеландии никогда не видят ковшика Большой Медведицы. Оказывается, вид звездного неба зависит не только от времени суток и времени года, а еще и от места, где расположился наблюдатель в неземном шаре, если говорить точнее, то от его географической широты этого места. Оказывается, что на разных широтах полюс мира, вокруг которого чертят свои суточные круги светила, находится в разных местах. Астрономы уже давно сформулировали это правило в точных математических терминах. Высота полюса мира над оризонтом равна географической широте местонаблюдения. Обе эти величины измеряются углами, от чего их можно сравнивать. Давайте совершим мысленное путешествие на северный полюс Земли. Какое небо мы там увидим? Желательно, конечно, попасть туда в полярную ночь, а не в полярный день, чтобы увидеть много светил. Прямо у нас над головой полярная звезда. Самая высокая в любом месте точка небесной сферы. Называется Зенит. Ее высота 90 градусов. Там и находится сейчас полюс мира, рядом с полярной звездой. Но и наша географическая широта сейчас тоже 90 градусов. Правило выполняется. Последим за суточным движением звезд на полюсе. Они, как и везде, описывают круги вокруг северного полюса мира, которые у нас сейчас находятся в Зените. Значит эти круги все параллельны горизонту. Ни одно светило не заходит и ни одно не восходит. Понятия востока и запада в этой точке мира бессмысленны. Какое бы направление мы не выбрали, это будет на юг. Воображаемый житель северного полюса видел бы всегда одни и те же звезды северного полушария неба, а все звезды южного полушария были бы недоступны его наблюдению. Теперь двинемся на юг и будем следить за тем, как изменяется вид звездного неба. Спустившись в средние широты, мы заметим, что полярная покинула зенитную область, хотя и стоит еще довольно высоко. Наиболее далекие от нее звезды стали в своем суточном движении уходить на время за западный край горизонта и вновь появляться из-за восточного. Незаходящих звезд стало меньше. Более того, в южной части небосклона стали появляться светила, которые мы не видели, находясь на северном полюсе. И чем дальше на юг, тем таких светил становится все больше. Наконец, достигнув экватора, мы обнаруживаем полярную звезду уже на самом горизонте. Высота полюса мира 0 градусов, географическая широта тоже 0 градусов. Все небо усеяно звездами, текущими с востока на запад, и нет ни одной из них, которая бы на время не опускалась под горизонт. Южные созвездия также видны с экватора вплоть до южного полюса мира. Нет такой звезды на небесной сфере, которую принципиально нельзя было бы пронаблюдать с земного экватора. Значит, житель экватора может видеть в два раза больше разных светил, чем житель полюса. Если мы продолжим наш путь к югу, картины будут меняться в обратной последовательности. Достигнув южного полюса, это можно сделать, там сейчас работает антарктическая полярная станция Амундсенскот. Мы обнаружим опять одни незаходящие звезды, описывающие суточные круги параллельно горизонту. Это уже другие звезды, звезды южного полушария неба. И движутся они не по часовой стрелке, как на северном полюсе, а против него. На самом деле вращение, конечно, то же самое. Просто это мы теперь смотрим на него в другое направление. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok